у мухтара облязова серьезные проблемы в нью-йорке в суде приветствую вас друзья подписчики зрителей канала казахстан сегодня буквально несколько минут назад я нарвался на одну статью в тенгри news.кз друзья о том что у мухтара облязова возникли проблемы как я и говорил в нью-йоркском суде на самом деле у него проблемы вот именно с нью-йоркским судом с американским с европейским суда у него никогда и не кончались с тех пор как он только украл деньги bta банка вот у него все и началось пошло и поехал друзья кстати хочу вот сразу же определить определиться допустим с этим понятием многие сейчас пишут вот как раз таки амботы но почему амботы еще раз до облязов мухтар и там дальше поесть амботы давайте называть амботы друзья так вот многие амботы пишут у меня в комментариях а с чего ты вдруг это взял что это он украл деньги bta банка это были его деньги т.д. и т.п. это прям дичь самое настоящее друзья поверьте мне я вам объясню что за деньги украл конкретно мухтар облязов какие деньги хранятся в банке в этом банке хранились деньги депозита друзья депозитарий к примеру вы пришли решили поставить положить деньги в депозит долларовый тенговый евро и т.д. и т.п. вот эти деньги а какие-то компании держат какие-то сберегательные счета там допустим т.д. и т.п. то есть это деньги народные деньги предпринимателей деньги простых обычных граждан таких как я и как вы и эти вот деньги примерно 1 миллиард долларов если не ошибаюсь господин облязов фаранг с обоих в европу скамнизил по большому счету так и есть друзья что происходит там я там более чем уверен что его там спецслужбы европейские американцы его конкретно подоили подоили настолько что забрали наверняка все деньги оставили мы скорее всего чуть-чуть по-другому там никак хочешь жить давай сюда все бабки по-любому это во первых во вторых после того как он совершил такую тупейшую ошибку в своей жизни и европейские спецслужбы и американские спецслужбы сразу же конечно же выставили ему условия также если ты хочешь не хочешь возвращаться в казахстан где тебе полный каюк давай-ка начинай мутить воду в казахстане друзья что сейчас непосредственно облязов и делает бросает под танки молодежь бросает под танки стариков и старушек до призывает всех выходить на митинги 5 20 это все хорошо это наше конституционное право выходить на митинги друзья и это правильно но когда человек сидит во франции да и там начинает говорить за правду за свободу за воровство и 5 до 100 а у салона сука рельска горится в пушку да это настолько тупо да и самое главное конечно это то что многие наши люди обычные граждане на это все покупаются и так возвращаясь к теме суда и статьи на tengrine news.kz федеральный суд нью-йорка обязал мухтара облязова оплатить юридические сборы по делу бта банка об отмывании похищенных денежных средств через покупку недвижимости в сша сумма сборов будет определяться судом в процессе дела передает tengrine news.kz со ссылкой на пресс-службу банка мировой судья кэтрин паркер заявила что облязов не был особо общителен во время судебного разбирательства во франции в ходе которого утверждал что не помнит свой собственный номер телефона и не отвечал на вопрос пользовался ли услугами бухгалтера с тех пор как бежал из казахстана 2009 году конечно свой номер телефона он не помнит а допустим отправить молодежь и стариков и старушек на амбразуры это он никогда не забывает но этот молодец дальше никак не покорность облязова вызывает особую тревогу учитывая что недостаточность доказательств является сути его защиты заявила паркер в своем постановлении от 3 июля этот отказ делается умышленно друзья я вам объясню юридическая система соединенных штатов америки а на самом деле очень уникальна это своего рода римское право она построена эта система так хорошо и отлажена чтобы защитить от любых допустим каких-то вот неровностей обычного невиновного гражданина понимаете и это делает своего рода очень большие сложности приносит допустим прокуратуре прокурором и т.д. и т.п. осудить виновного человека потому что виновный человек начинает использовать всякие любые лазейки чтобы остаться допустим безнаказанным но это все специально для того чтобы допустим невиновный человек просто так допустим не пострадал из-за судебной ошибки или законодательства и т.д. т.п. то есть пока от двух концов невиновный не пострадает а вот виновному дается большие шансы убежать и этим сейчас мухтар облязов как раз таки и пользуется двигаемся дальше юридический консультант мэтью л шварц представляющий бта банк считает что положительное решение последовало за неоднократным отказом облязова подчиниться судебным приказом и честно участвовать в судебном процессе судья паркер подтвердила что суд до сих пор не получил никаких документов от облязова хотя тот утверждает что все они имеются у его адвоката в нью-йорке писец бля адвокат в нью-йорке чтобы я так жил как вы здесь блять пьете йоп ты гадыть и вы амботы еще утверждаете что облязов блять отсидел в тюряги вышел там сок он чуть-чуть поработал и вдруг у него половил появился я в чем вообще окей двигаемся дальше судья также предостерегла облязова от утаивания каких-либо доказательств процессе своей защиты подтверждающих международный статус преступной организации напомним 13 июня 2016 года в окружной суд города фэрфакс штат виржиния сша было подано исковое заявление о возмещении убытков и удовлетворение иных требований бты а банка в отношении действия родной сестры облязова гаухар кусаиновой ну там конечно семейка в суде был в суде было установлено что они являлись противоправным связаны с связанными с предоставлением содействия облязу в осуществлении операции по с похищением у бта активов облязов наряду с другими мошенническими действиями против против бта незаконным образом направил к кусаиновой часть похищенных у бта денежных средств на сумму порядка 6 миллионов долларов полученные денежные средства кусаинова использовала в личных целях в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов объектов недвижимости в сша а блять вы чё вы где вы вообще это чё это это наши бабки своровали наши государственные частные этапы и там они там себе что-то в штатах понакупили это чтобы вы понимали вот это все все вот эти амботы которые появятся сейчас в комментариях друзья вы должны прекрасно и четко понимать облязов вор он своровал деньги и сейчас у него нереально жесткие проблемы прям конкретный проблем наверняка бабки у него все отобрали как я уже говорил чуть-чуть возможно у него осталось сеструхе он свои шесть ляма передал то что она там купила там всякую недвижимость и т.д. и т.п. ну ладно двигаемся дальше с аналогичным исковым требованием 2016 году в суд обратились и внешние управляющие активами облязово назначены английским судом основанием для подачи иска от внешних управляющих послужило наличие фактов фактов того что кусаинова большую часть финансовых средств получила через компании аффилированные с облязовым и тут название компля компаний включенными в приказ о замораживании активов и активов находящихся в управлении внешних управляющих позже быта и внешние управляющие подали ходатайство об объединении исков которое было удовлетворено судом 19 апреля 2017 года друзья однозначно можно сказать только одно у облязово наступает полная жопа это конкретно то есть знаете просто так бабки своровать и еще оттуда там трындеть непонятно что но не получится о том все эти вот это когда он говорит что хочет допустим завоевать здесь пост премьера и 5 дать друзья это все гонило не верьте этому он прекрасно понимает то что кому здесь не ничего не светит единственное что он хочет это дестабилизировать ситуацию внутреннюю политику здесь казахстане чтоб здесь возникла жопа возможно он рассчитывает что через эту жопу снимут с него какие-то обвинения да вот допустим казахстан с ним это обвинение там международном суде в нью-йоркском суде я там и т.д. и т.п. чтобы он наконец-таки мог спокойно дышать чтобы наконец-таки мог спокойно гулять по улицам парижа или где-нибудь и не бояться что его щелкнут или как минимум возьмут из в тюрягу отправят он надеется что когда нибудь он все-таки вернется сюда в казахстан а чё ему там ловить человек там за границей его никто знать там не хочет с ним никто общаться там не хочет все его друзья знакомы и 5 20 здесь в казахстане и там очень-очень одиноко а так бывает со всеми ворами друзья жду гневные сообщения от амботов друзья жду нормальные адекватные сообщения от вас постараюсь на них на все ответить на этом наш выпуск подошел концу обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх с вами был сула всем пока ассалам алейкум ари бедра че